Добро пожаловать на наш канал! Сегодня, когда собрались мы для этого торжества, мы хотим, чтобы Ты был самым желанным гостем и хозяином этого мероприятия. Вдохнови нас, направь нас, благослови нас, обними нас своими отеческими объятиями и веди нас по этому служению и всю нашу жизнь. Во имя Христа. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ближайшее окончание войны в Украине, 24 часа поистине были историческими событиями, что будет дальше, только один Господь знает, и мы, естественно, все молим о том, чтобы прекратилась эта война в Украине, чтобы мы могли сосредоточиться на духовной работе, на свидетельстве о силе Божьей, вести других всех, на спасение, в этом радость, правда? Вот на этом мы сосредоточили все наше внимание, помогать людям найти пищу физическую, пищу духовную, охрану и защиту Божию, поэтому радуюсь сегодня, смотря на всех тех, которые так красиво одеты, посмотрите, какие у них красивые костюмы, все, какое счастье, они улыбаются все, вы представляете, идет война, идет война, рожат стены, звучат сирены, в Запорожье мы начинали под сирены, и крещение начинали сегодня под сирены, опять, но тем не менее, я видел много улыбок там, в Запорожье, когда светилась радость на лицах тех, кто крестился сегодня, пусть эта радость всегда будет, не земная радость, земная, вы видите здесь, столько боли и страданий, а радость небесная, уверенность в том, что вы не одни, это просто не будет, Господь никогда не обещал, что будет просто, но обещал, что когда будет трудно, что Он обещал? Что Он будет с нами, Он будет с нами и проведет нас, и поможет нам преодолеть эти многие-многие трудности, знаете, в послании к Ефесянам, 6 главе, Господь через апостола Пара Павла обращается ко всем нашим новым собратьям, которые вот-вот примут крещение водное, и Он говорит нам, говорит, итак, в этом мире, где мы живем, да, поступайте, зная время, в котором мы живем. Наконец, братья и сестры, мои стих 10, укрепляйтесь Господом и могуществом силы, чей, Его силы, не наши силы, а Его силы, облегитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было встать против поздней дьявольских, и этих поздней, так много жили этих дьявольских, и поэтому в стихе 13, Он говорит, для этого примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостоять, какой день? День злой, день злой, и все преодолев устоять, я верю, Божьи силы, вы устоите, устоите и пройдете этот непростой путь, и будут, будут в вашей жизни вот эти вот злые дни, они неизбежны, эти злые дни. Христос знал, что такое злые дни, апостолы знали, что такое злые дни, вы знаете, будут сомнения, это злые дни, будет болезнь, это злые дни, будут, может, быть переживания в семье, или с детьми, или с мужем, это тоже злые дни, но можно устоять, и в этих злых дни можно устоять, если, он говорит, если что мы сделаем? Если мы станем, и первым говорит, припаяшем чресло наше ремнем, и этот ремень он называет чем? Истинною, он говорит, вот где истина, вы знаете, я думаю, это не столько имеется в виду Библия, как священное писание, а кто сказал, я, если истина, истинно, и поэтому Павел, посмотрите, как образно, красиво и сильно говорит, я хочу, чтобы вы вот этот ремень надели так плотно, да, когда ремень есть, то мы чувствуем себя уверенно, правда, что штаны не потеряем и не опозоримся нигде, поэтому вот когда мы со Христом, то вот это вот истинно, сам Христос, сам Христос, он облегает нас, не просто где-то какие-то доктрины, не просто где-то какие-то теории, а Христос облегающий нас, мы к Нему прижались, Он к нам прижался, и тогда у нас уверенность есть, что все, что нам нужно для того, чтобы пройти этот злой день сильно, вверху уверенно, есть что, есть кто? Христос, который есть истина, поэтому примите ко Христу после своего крещения, а если может быть кто-то и сегодня борется с этим вопросом, креститься, не креститься, Христа найдите, примите ко Христу, тогда все станет ясно, что есть истина, и если есть истина, то мы будем свободны от заблуждения, это тоже я бы хотел, чтобы вы обратили внимание, очень много заблуждений, даже в христианском мире, и люди пытаются нас унести туда и сюда, всякого рода учениями, а если мы ко Христу при нем, если Он будет силой Своего держать нас, как этот ремень, то мы будем тверды, истинно пройдем наш путь твердый, злой день, пройдем этот, но это не только нам нужно, Он что-то еще предлагает нам и говорит, облекитесь броню праведности, когда я слышу слово броню, я знаете, о чем думаю, когда мы едем сейчас в Запорожье, в Днепро, Запорожье, в Днепро, то у нас там несколько постов всяких, и видите, я вижу вот этих там военных, и они стоят, некоторые из них в бронежилетах, да, и вот они чувствуют свою вот защиту, вот эта вот броня, бронежилет надетый, то Павел говорит, где ваш бронежилет, где он, а бронежилет мы куда надеваем с вами? Вот сюда, да, что тут мы защищаем? Сердце свое защищаем, вот самое вот тут ценное, что у нас есть, и это есть броня, он говорит, чего? Праведности, да, броня праведности, потому что когда у нас наша праведность, то мы обязательно упадем, согрешим, ошибемся, где-то пойдем не тем путем, а дьявол будет поджидать и говорить, вот видишь, я так и знал, вот ты крестился, а все равно ты грешний, а все равно он тебя не получает, вот ты крестился, а вот посмотри на свою жизнь, это когда он преуспевает, когда мы свой шилет праведности надеваем, нам хочется в этом костюме ходить, выглядеть хорошо, пришел в церковь, и вроде бы все на меня смотрят и думают, что я порядочный христианин, а 27 дня надела платье красивое, никто не знает, что у меня там, а дьявол знает, все хорошо, он знает, все хорошо, он будет использовать всякую, всякую возможность, чтобы сказать, а я так и знал, что ты споткнешься, а я так и знал, что ты упадешь, вот там ты и закончишь, вот там в канале ты и закончишь, а когда Христос говорит, наденьте мой бронежилет, потому что это теперь уже моя праведность, и вот тогда, когда дьявол искушает нас, и будут такие злые дни, когда он будет нас искушать, то я хочу, чтобы сердце ваше, чтобы сердце было защищено, чтобы вы сказали, да, я знаю, что я грешен, и я знаю, что я слабый, и я знаю, что я делаю ошибки, но я живу защищенный праведностью Христовой, и мое сердце защищено, и мой разум защищен, моя жизнь, и Бог меня видит праведным, потому что я надел бронежилет праведности Христовой, наденьте этот бронежилет, и кое-что еще, я знаю, я не буду вас долго задерживать сегодня, а он говорит, больше всего возьмите щит веры, укрепляйтесь вера, она защитит вас, веры, веры, надо расти, вера это, когда мы знаем его, когда мы знаем этого человека, мы ему доверяют, да, как мы говорим, «Да я знаю», «Да никогда он меня не обманет», почему? «Да потому что я знаю этого человека», и вот когда мы знаем Христа, то вера наша будет твердая, а как мы знаем Христа, как мы можем знать Христа? Конечно же, каждый день начиная с Христом, каждый день заканчивая с Христом, и днем даже ходя с Ним, и вечером ложась спать, зная Христа, мы будем уверены, все будет хорошо, потому что это наш щи, щи, вероятно, раскаленные стрелы летают, как пули вокруг нас сегодня. Но, в стихе 17, он еще что-то, я одно подшеркнул, он говорит, наденьте шлем, чего? Шлем спасения. Вы знаете, у него этот шлем спасения, как-то мы, как правило, шлемы здесь не носим, но если только кто-то на поле битвы, а может быть, вы знаете, вот эти кепки сейчас покупают, и там какая-нибудь будет эмблема. Там, я украинец, будет написано, и мы чувствуем вот это вот единство с кем-то, мы ассоциируемся с кем-то, а я хочу, чтобы вы сегодня надели эту кепку, и на ней было написано, я дочь Христова, я сын Христов. И вы знаете, вот эта вот кепка спасения, она будет свидетельствовать, вы в этой команде, знаете, особенно спортсмены, и все, кто любят эти спортивные команды, они любят какую-нибудь, либо футболку надеть этого клуба спортивного, либо кепку этого клуба спортивного, в знак того, что они едины с этой командой. Так вот, команда Христова, это команда побеждающая, они никогда не проигрывают. Я гарантирую вам, что любая ваша любимая спортивная команда, то и дело проигрывает. А Христова команда не проиграет. В этой команде Христа вы всегда, всегда и всегда будете победить. На всякого рода искушениями, бедами, болями, в злой день, потому что в злой день дьявол нас всегда побеждает. И вот, надев этот бронежилет, эту кепку, где написано, я команде Христа, я знаю, мы будем идти с уверенностью по этому миру, защищенные от этих пулей, которые готовы погубить нас. Поэтому, пусть это будет тот начало вашего духовного пути. Знайте, что то решение, которое вы сегодня принимаете, это одно из лучших решений всей вашей жизни. Всей вашей жизни. Потому что такая великая радость, великая радость начать новый путь со Христом. Как такие, вы знаете, крещение это на самом деле, как новое рождение. Также вы рождаетесь такими новенькими, такими чистенькими. У нас эти внучки, внуки рождались последние шесть лет. И каждый раз, когда мы видим этого младенчика, маленького, правда хочется его всего целовать. Он такой весь розовенький, такой гладкий. Вот такие вы будете сегодня. Вот в глазах Христовых и в глазах людей вокруг нас. Вот такое начало, новое начало, новая жизнь. И такие, как в Божьих глазах. Я знаю, будут вас держать, знаете, как матери. Держат своего ребеночка, маленького, младенца. И кормят, и носят, и пеленают. Так и Христос хочет о вас заботиться сегодня. И поэтому, если кто-то еще думает об этом, то не задерживайтесь. Потому что Христос ждет вас. Вы ему нужны, Христос. Знаете, парадокс в том, нам нужен Бог, правильно? Нам нужен Бог. Правильно? Он слабый, и Он сильный. А вот, когда мы переворачиваем все это и говорим, а вот я никогда не думал, что, оказывается, я тоже Богу нужен. Потому что Он, как Отец, хочет каждого из нас. Я бы хотел помолиться о наших кандидатах. Давайте пригласим наших кандидатов на прищелье выйти сюда. Отче наш, сущный Песар, в этом ритме, когда небо разбояло дыхание от радости того, что дети Твои возвращаются во мной, мы благодарны Тебе за то, что подвиг любви Твоей в Иисусе Христе помогли принять это решение. Поэтому, Боже, мы обращаемся к Тебе и просим. Благослови каждого из Твоих детей, которые сегодня рождаются для новой жизни. Они приняли решение войти в воду крещения. Стать Твоей дочерью, стать Твоим сыном. Господи, пусть слава Твоя проявится в их жизни, в их служении Тебе. Господи, Ты предлагаешь им то оружие, которое защитит их от пули, которые свистят сегодня на этом поле битвы за их жизнь. Держи их, Господи, в Твоих руках, как младенцев, народившихся сегодня на свет. На свет духовный, новой жизни. Благослови каждый шаг их жизни. И особенно в день злой, Господи, помоги им чувствовать защиту Твою, чувствовать уверенность, чувствовать любовь Твою. И знать о них, дети Бога живого. Просим все во имя Иисуса Христа. Аминь. Благослови каждый шаг, Господи, за то, что я слава направлял на тьму. Благослови каждый шаг, Господи, за то, что я слава направлял на тьму. Благослови каждый шаг, Господи, за то, что я слава направлял на тьму. Благослови каждый шаг, Господи, за то, что я слава направлял на тьму. Благослови каждый шаг, Господи, за то, что я слава направлял на тьму. Благослови каждый шаг, Господи, за то, что я слава направлял на тьму. Благослови каждый шаг, Господи, за то, что я слава направлял на тьму. Благослови каждый шаг, Господи, за то, что я слава направлял на тьму. Благослови каждый шаг, Господи, за то, что я слава направлял на тьму. Благослови каждый шаг, Господи, за то, что я слава направлял на тьму. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да 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 Михайло По вірі твоїй Хрещу тебе в ім'я Отця, Сина і Святого Духа Аминь Аминь Слава, Слава и Честь Слава, Слава и Честь 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 Дорогие мои друзья, я даю на вас, когда вы нежно валите руку за руки, можно же на мае. Я представляю себе, с какой нежностью и лаской сегодня Бог вас берет за руки, обнимая, принимая в свою семью. Почувствуйте это. Представьте себе, что вы возвратились в отцовский дом. Кто имеет детей, он знает, что они знают. Когда приезжают дети, мать, она под собой измеренную чувствует, и они счастливы, они летают, потому что родное висе Альбомовое здоровье. Сегодня нет, там большой праздник. Во-первых, столько ангелов, за которые за вас были заинтересованы, 14, да, если у них есть связь с вами. Представьте себе, а сколько у них там друзей, которые помогали им прийти вам сегодня сюда. Они умерели, склоняются перед Богом, благодарят Его за то, что это событие совершилось. Поэтому берегите эти модели, дорожите тем, чтобы вы возвратились домой. А в доме Отца другие правила, чем были у вас раньше. Потому что вы вернулись в отцовский дом, где есть порядок, где есть самопонимание, где есть любовь, где вас ждали с любовью. И поэтому, будете ли подниматься, будете ложиться, будете ли идти, вспоминайте. Что в доме Отца, даже если подыхаетесь, упадете, а вас ждут с любовью. Потому что вы теперь официально дети Небесного Отца. И поэтому берегите эту честь имени, которого вы взяли сегодня на себя. Вы стали теперь представителями в этом мире греха Бога Отца. Пусть Бог будет с вами. И пусть вы поймите и поверьте в это, вы дороги Ему были и до этого, а теперь тем более. И Он из руки Своих вас не упустит. Он поможет вам пройти все жизненные и радости, и трудности, которые будут жить. Поэтому поздравляем сегодня вас. Желаем Божьей благословений. И хочу сказать, в отцовском доме сегодня вам готовится квартира в городе Русаливе. Там, я думаю, мы не знаем, но квартира точно будет, к которому вы будете приглашены. Хочется. Да, хочется, я скажу откровенно. Многие потерялись здесь, на этой земле. Но хочу сказать, там есть и ждет обитель. Написано на ней, и квартира обитель. Поэтому пусть Бог поможет нам. Возвратиться в отцовский дом, где возрастут с радостью и чувствовать себя счастливым. Пусть Бог будет с вами. Пусть Бог будет с вами. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитров А. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитров А. Субтитры создавал DimaTorzok Бог Благодарю Субтитры создавал DimaTorzok 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 Диме Ісуса Христа ми дякуємо тобі за це прочисте служіння, за це святость, яке є не тільки у нас тут, на цій землі і в цьому заві, але й на небі велика радість. Ми знаємо про це зі слив Твоїх. Господи, ми також знаємо, що Ти даруєш дари для того, щоби славились Твоє ім'я, для того, щоби діти бірні Твої могли бути відданими і плодовитими на цій землі. Господи Боже наш, ми призиваємо Того, ми закликаємо ім'я Твоє і Святого Дуга на всіх, хто зараз стоїть перед обличчем Твоїм, хто уклав з Тобою заповір, хто серце своє присвятив служінню Тобі. Наділи їх, Господи, і сповни їх по волі Твоїй, по милості Твоїй і мудрості Твоїй усіми необхідними дарами для проповіді Євангелія, для полегшення страждань дітей Твоїх у цьому світі і для нашого щасливого служіння Тобі. Заради Ісуса Христа молитва наша до неба. Амінь. Заради Ісуса Христа 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 Заради Ісуса Христа